Компания Asus представила в Украине целую плеяду новых устройств. Два ноутбука, несколько планшетов и полезные аксессуары. Геймеры будут рады новой модели линейки ROG, а требовательные любители Windows ноутбуков могут присмотреться к модели ZenBook Pro UX501. Целых три планшета серии ZenPad дают широкий простор для выбора всем тем, кто любит карманные и не очень устройства на операционной системе Android. Сегодня представили две модели. Первая – это наиболее доступная игровая модель Asus ROG GL552. Модель с диагональю 15 дюймов, при этом оснащенная по максимуму, как и все игровые ноутбуки. Имеет Full HD IPS экран, при этом экран матовый. То есть IPS – это значит, что углы обзора великолепные, с любого положения он виден. В Full HD у нас высокое разрешение, картинка четкая. Но экран матовый, он не бликует, где бы человек с этим ноутбуком не сел. Модель имеет такой же дизайн, как в большинстве моделей игровой серии Asus. То есть стильный, геймерский дизайн, подсветка клавиатуры, подсветка клавиш для управления игровым процессом. Мощный, производительный и при этом вполне носимый. То есть 2,4 кг – это для такого самолета вполне небольшой вес. И вторая наша новинка сегодня – это 15-дюймовая модель в линейке ZenBook, то есть модель UX501. Давно ожидаемая модель. Является, в принципе, неким симбиозом серии ZenBook с одной стороны, то есть ультрабуков Asus, и мультимедийных ноутбуков серии N, которые уже себя довольно успешно зарекомендовали. Диагональ 15 дюймов, при этом экран очень высокого разрешения 4К, оснащение по максимуму, то есть процессор Core i7, мощное видео, большой объем памяти. Модель покупают, в принципе, все те, кому нужен. Качественный экран, высокая производительность и при этом нечто носимое. То есть это или те, кто работает с мультимедиа, те, кто работает с графикой, и, как это может быть не странно звучит, очень много таких ноутбуков покупают программисты. Потому что им важен большой качественный экран, чтобы расположили все рабочие элементы, высокая производительность, потому как компиляция – это довольно ресурсовый процесс. И, помимо того, довольно длительное время работы от батареи – от 4 до 6 часов. Буквально с сегодняшнего дня начинают продаваться новое семейство планшетов под названием ZenPad. Они постепенно сменяют предыдущие серии Asus, такие как PhonePad, MemoPad и TransformerPad. Модели с диагональю 7, 8 дюймов и D10 дюймов. Модели разных классов. Вот у меня в руках ZenPad C 7.0, модель с кодовым названием Z170. Есть варианты с 3G модулем или без 3G модуля, легкий, тоненький, стильный, доступный планшет с сменными панельками. Есть также модель чуть более продвинутая ZenPad 7.0, кодовое название Z370C или CG, соответственно, без 3G модуля или с 3G модулем. 3G модель поддерживает двухсильмочную конфигурацию, чуть больше экран, чуть выше производительность, чуть лучше камера, сменные панели и также доступна сменная панель со встроенной батареей. Так называемый PowerCase, который увеличивает время работы планшета почти на 70%. И еще одна моделька планшета с диагональю 8 дюймов, это ZenPad 8.0 с поддержкой технологии LTE. То есть может работать как с быстрым интернетом 3G, который уже есть у нас, так и с еще более быстрым интернетом LTE. Планшет имеет вид такой вот, своего рода клатч женской сумочки. В зависимости от цвета может выступать элементом имиджа. То есть в женских руках, наверное, будет элегантнее выглядеть, вот как такой клатч элегантный. И еще у нас есть такая вот полезная коробочка, это фирменный PowerBank Asus с емкостью 10 050 мАч. При этом для такой емкости довольно компактный, вот в отличие от модели других производителей, примерно легкий. Позволяет выдавать ток до 2,4 ампера. Ну вот такой PowerBank, скажем, может зарядить смартфон более трех раз, а планшет 8 дюймовый 2 с лишним разом. То есть такой вот полезный аксессуар, фирменный, отличное дополнение к стильному новому планшету. Приятно, что все представленные устройства уже доступны на украинском рынке. По ссылкам в описании видео вы можете подробно ознакомиться с характеристиками и узнать цены.